МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Тюмени с 7 по 11 декабря пройдет национальный форум молодых лидеров международного образования. Около старо-осейских и иностранных студентов будут обмениваться опытом, искать пути молодежного сотрудничества. Подробнее о проекте и о том, как в Тюмени налаживают отношения с разными странами мира, расскажет гость программы в студии директор Центра международного образования Тюмгу Павел Кузнецов. Павел, приветствую. Ты сегодня в традиционной латиноамериканской одежде пришел в пончо. Да, верно. Это настоящая мексиканская пончо. Надо сказать, что перебью для нашей серьезной программы не совсем привычная форма одежды. Да, ну это настоящее взрослое шерстяное пончо, купленное на рынке города Гавадалахары, город, с которым у нас есть партнерские отношения. И, может быть, какую-то легкость и непринужденность хотелось в беседу привнести, потому что именно с этим связана у нас Мексика, хотя, опять-таки, и серьезные какие-то явления тоже в этой стране присутствуют. Все-таки легкие и непринужденные, да? Да. Расскажи, пожалуйста, кто они, участники форума, вот о котором идет речь, форум, который будет с ним по 11 декабря? Дело в том, что мы очень долго определили целевую аудиторию, потому как все знают, что в последнее время разных молодежных форумов в России большое количество. Они разные по содержанию, по форуму, по целевым аудиториям, но наш именно специфичен по тому, кого мы собираем. Это молодежь, причем в широком понимании слова. Ты можешь быть студентом, а можешь быть уже выпускником, ты можешь быть сотрудником какой-то организации, но всех их объединяет одно. Это та молодежь, которая организует совместные проекты с российскими и иностранными студентами. Это могут быть активисты университета, это могут быть сотрудники международных отделов, это могут быть сотрудники таких организаций, как наш Дворец искусств «Пионер», то есть молодежные учреждения, молодежные центры. Это тема на подъеме в России, но специальных мероприятий, каких-то методических пособий, вот методологии пока еще для этой аудитории, для этой темы не созданы. То есть вот пластилин, да, лепите, опробуйте. Мы лепим, потому что есть на самом деле направления молодежной политики, которые уже установились. У них вот есть созданная структура, система. Это создается на наших глазах. И поэтому в прошлом году один из главных, ну, один, может быть, не из главных, но сильных показателей, важных показателей, это наличие столичных гостей. И в прошлом году у нас было много Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Омска, Томска, Новосибирска. То есть и с восточной, и с западной стороны России участников очень много. А в этом году? И в этом году мы также ожидаем, что география не уменьшится. Конечно же, конкурс все становится больше и больше. Мы в этом году получили 356 заявок на 80 мест, что достаточно, я думаю, для регионального форума неплохо. И мы ждем, что география будет очень широкая. А цель какая? Цель – это создание профессионального сообщества. А у нас сегодня нет этого профессионального сообщества? Вот именно в этой сфере оно сегодня становится. То есть есть конкретные разрозненные проекты в разных городах, в разных университетах, даже в разных вузах одного города. Но единым целым внутри страны они пока себя не ощущают, потому что тенденции увеличения, в том числе иностранных студентов, они стали проявляться недавно. Но динамика очень большая. Существуют две концепции. Одна концепция не дискриминации, говорит о том, что иностранные студенты – такие же студенты. И особых мероприятий для иностранных студентов или для российских иностранных не должно быть. Потому что тем самым мы их как бы отдаляем даже от общей массы. Другая концепция говорит, что нет, в самой аудитории есть какие-то особенности, в частности, не совсем хорошее знание России и русского языка. На то, что являются они сами носителем другой культуры. И вот если эти особенности брать... Тебе концепция какая? Ну, я вообще люблю концепцию недискриминации в целом, но в данном случае с точки зрения методологической я вижу, что проекты, у них есть особенность и есть смысл эту аудиторию отделять. Хотя, отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что я выступаю достаточно, хоть и так вот нежно, но против. Концепция, когда, например, в те же подразделения в ВУЗах мы называем отдел по работе с иностранными студентами. В самой этой фразе заложено, что вот мы где-то наверху, есть иностранные студенты, и мы с ними работаем. Это прям звучит как в самолете, эконом-класс и бизнес-класс, да? Примерно так, примерно так, да. То есть я все-таки выступаю за горизонтальный подход, что администрация ВУЗов, российские иностранные студенты, они вместе делятся своим опытом, делятся своими культурами и что-то делают вместе. Под каким началом будет проходить этот форум? Это будут какие-то преподаватели приедут, это приедут какие-то специалисты, международники? Что это будет? Это очень важно, кстати. Хороший вопрос. Потому что я понимаю, да, приедут разные люди, около ста человек со всей страны. А что в итоге-то? Тренерами у нас два направления, так сказать, два трека мы их называем. Один русскоязычный, другой англоязычный, потому что вот в теме, о которой мы говорим, очень часто используется международный язык, потому что есть очень много иностранных студентов, которых интересует Россия, которые приезжают сюда на семестр или на два, но русского языка у них нет, потому что они его не изучали. Но интерес у них есть к России. И обвинять их в отсутствии русского, конечно, не представляется возможным. Поэтому с такими у нас будет трек работать на английском языке. Но тренеры, которые будут работать со студентами, они сами либо сегодня, либо в недавнем прошлом являлись студентами. И тренеры у нас из Австрии и Чехии, они представляют организацию Erasmus Student Network. Это самая крупная студенческая организация Европы, в которую, кстати, два года назад вступила и Россия. А точнее, филиалы этой организации в российских вузах могут стать частью центральной организации. Первый такой вуз был в Санкт-Петербурге, лесотехнический, что интересно по теме. Вторым вузом был Уральский федеральный университет. И в прошлом году после нашего форума третье отделение этой организации открылось в Высшей школе экономики в Москве. Поэтому одна из целей форума – сделать так, чтобы Erasmus'овских организаций в России было больше. А их цель – это продвигать ценность мобильности, как входящей, так и исходящей, и помогать разным студентам обмениваться культурами. А нам-то вот для Тюмени какой интерес, что этот форум проходит именно у нас? Ну, мы считаем, что мы сильны достаточно в этой тематике, поэтому имеем право быть принимающей площадкой. Стороной, да. Но если говорить просто, например, не Тюмень, а регион брать, вообще как к этому относится регион? Я вот две недели назад выступал на турмагистратуре. Это новый проект, который организован для гидов Тюменской области. И в презентации использовал скриншот из РИА Новости. Это была центральная страница, я сделал скриншот. Из 11 новостей, которые были на странице, 10 связаны с чем-то международным, иностранным, межкультурным. И я обращу внимание, что там отдельно была вкладка «В мире» – это была главная страница. Или российская сторона куда-то поехала, или мы кого-то принимаем, или это связано с иностранными языками. Это может быть политика, бизнес, экономика, культура, что угодно. 10 из 11 новостей. То есть на фоне всей России, это еще один плюсик в нашу копилку, получается так? Это и плюсик в нашу копилку, но это плюсик даже в общую копилку. Смысл в том, что глобализация сегодня касается всех и каждого, и мы не можем сказать, что вот мы-то в Тюмени, мы в Тюмени. Понятно, что если это Москва, Шанхай и Нью-Йорк, тогда нужно уметь работать в межкультурной среде, говорить на иностранных языках, знать, какое есть развитие в твоей сфере в другой стране. Слушай, Павел, а мы вообще к этому готовы? Я почему спрашиваю? Потому что когда ты приезжаешь за границу, в большинстве своем отельеры, таксисты, так или иначе, маломальские, но знают иностранный английский язык в частности. Но когда ты приезжаешь даже к нам в Тюмень, иностранцу поговорить с тем же официантом, проехаться в автобусе, это крайне тяжело. Верно. Поэтому я спрашиваю, готовы ли мы к этому? Да. Мы обещали о теории не говорить, но если все-таки немножко сказать, вот это соотношение между двумя понятиями глобализация и интернационализация. И в теории считается, что интернационализация – это конкретное действие, которое предпринимает конкретная организация, чтобы подготовить себя к вызовам глобализации. В частности, если мы принимаем тот факт, что от глобализации уже не уйти, и эти иностранцы, которые, ты говоришь, будут все равно приезжать и с таксистами общаться, значит, в том числе образовательные учреждения должны ответить на вопрос, а как мы готовим студента к тому, что он завтра будет работать в этой среде? И здесь есть много ответов. Это преподавание самого языка, преподавание профессиональной дисциплины на английском языке, и в том числе создание межкультурной среды. Мне кажется, то, что сейчас очень ценно происходит в России, и чему, кстати, не совсем уделяется много внимания, это то, что многие классы аудитории у нас становятся межкультурными. Например, в прошлом году у нас были иностранные студенты по программе Step in Russian Energy. Они изучали энергетические аспекты Тюменской области. И там были студенты из Арабских Эмиратов, США, Сербии, России. И ты представляешь, какая горячая дискуссия на семинаре, когда мы обсуждаем вопросы, например, нефти и газа, и там есть страны, которые первое место занимают по добыче нефти и газа. Те страны, в которых нефти и газа вообще нет, и они полностью зависят от этого ресурса, и у них нет других источников энергии. Но когда ты находишься в такой аудитории, то ты формируешь более объективный взгляд на свои вещи. Потому что говорят, что когда мы говорим о межкультурной коммуникации, чаще всего мы говорим, что мы вступаем в контакт с иностранной культурой, чтобы познать другую культуру. На самом деле теория межкультурной коммуникации говорит, что гораздо больше пользы межкультурная коммуникация дает в понимании своей культуры. Потому что ты не можешь оценить свою культуру, если ты не сравнила ее с какой-то другой. С другой культурой, да. Скажи, пожалуйста, вот ты не только директор Центра международного образования, но еще и преподаватели. В частности, рассказываешь студентам о межкультурной коммуникации. Вот эта межкультурная коммуникация, о которой мы сегодня говорим, она как-то поменялась с введением санкций или политика отдельно, культура отдельно? Да, я уверен, я полностью согласен с этой точкой зрения, что политика и культура всегда отличаются. И это отражается, например, на политическом уровне. У нас Министерство иностранных дел, которое занимается культурой, вернее, внешней политикой, есть Министерство культуры, образования, другие, которые занимаются социальным, так сказать, блоком. И пример можно привести, например, США и Северная Корея. Официального общения, дипломатических отношений, нет посольств каждой страны друг в друге, но филармония Карнаги-Холл может поехать в Северную Корею и дать концерт для того, чтобы сблизить народы этих двух стран. Потому что, когда политическая волна одна пройдет, все равно нужно будет строить отношения, чем-то восполнять. И вот как раз в этот момент вот эта культурная, так сказать, политика, она внесла свой вклад тем, чтобы подготовила народ, который готов общаться друг с другом. Стажировка за границей – это большой опыт. Да. Но если родители, сам студент не может себе позволить обучение, потому что финансово это достаточно затратно, какой выход есть? Что мы можем предложить? Я бы изначально поправил вот эту посылку про достаточно затратность. Это достаточно затратно, но это не очень затратно. У нас в отношении… Достаточно, но не очень. Ну, а что такое достаточно тогда? Ну, в общем, я считаю, что на самом деле нет. У нас есть такие направления, где уровень жизни, например, даже ниже, чем в Тюменской области. И если ты снимаешь квартиру в Тюмени, то в каких-то странах можно на месяц… Или за такую же, или менее. Или за такую же, за меньшую стоимость проучиться. Например, и хорошим примером является Таллинн. У нас очень большой конкурс на Таллиннский вуз, на Таллиннский университет. Это столичный вуз, это Евросоюз, это все признаки столицы, это обучение на английском, на русском и на эстонском языке, если ты изучаешь, например, его как миноритарный язык. Стоимость общежития там, ну, я не знаю, в три раза дешевле, чем стоимость средней квартиры в Тюмени. В месяц здесь. Да, в месяц. Есть такие страны, как Белоруссия. Многие, когда студенты, мы говорим о направлениях за рубежом, они немножко вот тоже улыбаются. Белоруссия, Казахстан. Но если ехать в какую-нибудь... Что-то вообще за границей. Вроде бы 20 с чем-то лет прошло, но все равно. Мы всегда говорим, что нет, нужно понимать, что этот твой семестр должен быть связан с будущими карьерными планами. Если, например, ты собираешься работу в департаменте инвестиционной политики Тюменской области и в отношении тех стран, которые входят в таможенную союз... А ты не знаешь их культуру, традиции обучения. То есть тебе гораздо выгоднее провести семестр в Белоруссии или в Казахстане, найти интересную работу и уже с момента первого твоего дня на работе чувствовать себя специалистом, потому что ты знаешь их язык, ты знаешь, как они живут, ты знаешь их политику, экономику, культуру. Ты прожил там. Потому что две недели ты был в стране, ты посетил страну. Любые можно глаголы применять. И даже семестр, это ты уже жил в ней, тем более год. И все же, если не можешь ты туда поехать, есть альтернатива. Есть альтернатива. И вот лет 15 назад теоретики международного образования, вот как ты сейчас, они задумались. То есть они думали, думали, а потом решили просто посчитать. Всегда количественные и качественные методы друг другу помогают. И они посчитали, что сегодня в Европе, несмотря на то, что мы считаем, что мобильность в Европе очень распространена, около 10% всего студентов за время обучения на бакалавриате имеют возможность провести семейство за рубежом. 10%. Это европейцы. Это европейцы. У нас на минуточку этот показатель составляет 1%. 1, 2, но не больше 2. 98% студентов не могут выехать. По разным причинам. Не всегда финансовая. Возникает вопрос. Если опять-таки мы возвращаемся к началу разговора, говорим, что глобализация здесь и от нее не уйти, и к ней нужно быть готовым, то как мы должны подготовить эти 98%? И как же? И вот теоретики в том числе придумывали концепцию, которая на английском языке звучит internationalization at home, или на русском ее недавно с подачи выше школы экономики стали переводить как внутренняя интернационализация. Это разные процессы, которые происходят на кампусе, но которые позволяют тебе получить межкультурные навыки. И вот если, не возвращаясь, а вспоминать Стэнфордский российско-американский форум, который у нас прошел на прошлой неделе, можно привести три примера. Вы можете поучаствовать в интерактивном квесте по городу вместе с российскими и иностранными студентами. Вы можете поужинать в местной семье или пригласить, в данном случае, если мы говорим о тюменцах или россиянах, кто никуда не выезжает, пригласить, получается, к себе иностранца и поделиться своей культурой, узнать что-то о его культуре. Никуда выезжать не нужно. Нужно сварить килограмм пельменей. Сколько это стоит? Гораздо дешевле, чем, допустим, неделю провести где-то в Германии. Можно поработать в исследовательской группе. Вот в Стэнфордском форуме, это хороший пример, ребята делятся, два российских студента, два американских студента, и дистанционно они работают над исследовательским проектом. Выезжать пока никуда не надо. Но на протяжении каждой недели вы созваниваетесь, вы списываетесь, вы показываете проекты документов, вы правите друг друга. Это идет работа. После этой недели ты можешь сказать, хоть ты работаешь на фанерном заводе, где большая часть продукции идет на экспорт, хоть ты работаешь в компании МакКинди, например, в Москве, и работаешь только с иностранными клиентами, ты знаешь, как работать с представителями разных культур. Ну, речь о чем? Было бы желание, да? Было бы желание, да. Студенты иностранные приезжают к нам, и те, кто хочет с ними познакомиться, и может с ними получить опыт в процессе общения. Или все-таки этого недостаточно, и желательно поехать за границу и полностью погрузиться в языковую среду? Вот по твоему опыту. Я бы так сказал, что погрузиться в языковую среду на каком-то уровне можно и находясь дома. Но погрузиться на долгое время, конечно же, для этого необходимо выехать. Но мы еще о чем говорим? Что вот те студенты, которые хотят общаться с иностранными студентами и делиться культурами, мы идеально предполагаем, что хорошо в этих проектах участвовать до того, как ты куда-то собираешься поехать. И тем самым подготовить себя. Когда студенты, если у них есть выехать, а все-таки выехать есть у большого количества студентов, возможность, они приезжают, а у них голод-то не пропадает, он только возрастает. А вот отношение к учебе в связи с этим меняется? Я думаю, что у многих, да, меняется. У нас есть студенты, которые говорят, что я висел в списке на отчисления, потому что, например, семестр у меня за рубежом закончился чуть позднее, чем закончилась сессия в Тюмени. Но если бы даже меня отчислили, я бы никогда бы не... Не пожалел. Не пожалел, потому что этот семестр просто сделал из меня человека. Я вот помню себя еще маленьким, и когда мы готовились к армии, я помню, что нам взрослые товарищи, друзья, родители говорили об армии. И вот по ощущениям это то же самое, те же самые слова можно провести к семестру или к году за рубежом. Ты приезжаешь готовым к этой жизни. У нас есть студенты, которые за первые два месяца меняют шесть мест проживания. В связи с чем? В связи с тем, что они надеялись на общежитие, а общежития не было. Но если ты российский студент, ты думаешь, ну как же, ты едешь в другую страну, ну тебе все равно что-то же будет. Ну нет, ничего не будет, потому что тебе же никто не обещал общежитие. Не хватает его на всех. И в Тюмгу не хватает на каждого общежития. И ты начинаешь жить в хостеле, ты начинаешь звонить, ты начинаешь считать объявления, ты начинаешь встречаться с хозяйками и осматривать эти дома. Это болезненный процесс. Потому что ты покидаешь зону комфорта. Полностью, очень быстро, резко, неподготовлен. Тем более это касается тех ребят, которые живут в тюменских семьях. Гораздо легче процесс адаптации проходит хоть у, знаете, из Иркова вы приехали или из Нового Уренгоя. Я правильно понимаю, что программы, которые по обмену, которые организует Тюменский университет, они не только для студентов Тюменского университета, не только для их выпускников, но в том числе и для большой аудитории. Для желающих вообще, в принципе, погрузиться в языковую среду, найдется что-то интересное. Проекты по мобильности, потому что провести семестр или год за рубежом, для этого нужно быть студентом университета. Каждого университета. То есть это для студентов твоего вуза. Но кроме этого мы организуем много проектов, которые могут присоединиться и студент другого вуза, и просто не студент. Ну вот, допустим, Дина, дипломат Эвнинг. Например, пожалуйста, если вы хотите познакомиться с какой-то культурой, или, к примеру, вы сами были две недели в Арабских Эмиратах, и вы знаете, что к нам из Абу-Даби едут студенты, и вы хотите дополнительную ниточку, которая свяжет вас с той культурой, вы можете организовать этот вечер и покормить пельменями абудабийцев, и вспомнить, и поделиться с вашими воспоминаниями про Абу-Даби. А вообще тюменцы охотно идут на такие званные ужины? Охотно, но стесняются. Почему? Потому что квартира маленькая, ужин, за что переживают, за что стесняются? По поводу маленькой квартиры у нас даже в объявлении есть. Если ваша маленькая квартира, маленькая квартира, это не страшно, это один из аспектов межкультурного опыта. Знаете, в Нью-Йорке квартиры еще меньше, в среднем стандартные. Так чего уже стесняются? Потому что стоимость аренды. Чего стесняются? Я думаю, знаете, как стесняются любого первого шага. Просто первый раз неважно. Заговорить на иностранном языке, принять у себя иностранного гостя, спрыгнуть с парашюта, всегда тяжелее. После первого раза это идет легче и легче. Но с другой стороны, у нас есть семьи, которые, приняв один раз, постоянно делают заявку, не задают нам дополнительные вопросы. Они уже знают, как с этим работать и получают удовольствие. То есть для тюменцев посыл такой, если вы хотите в своей семье иностранцев принять, вот обращайтесь в Центр международного образования Тюменского университета, без проблем, придут в гости. Мы дадим обязательно. Можно будет пообщаться. Конечно, да. Когда ты в садике или в школе начинаешь изучать иностранный язык, это как игра. Игра всегда интересна. Совет для родителей от тебя. Как не отбить охоту изучать английский язык потом уже по мере того, как ребенок растет? Первое, не обязательно английский. Душа может лежать к другому языку. К другому языку. Но родители считают, ну мы-то же оба изучали в школе. Английский, значит, ты тоже должен английский. Ты должен изучать английский. Другое дело, что когда он приходит и просит тебя помочь по-английскому, ты не всегда сможешь это сделать. Хотя из-за того, что ты учил английский, ты рекомендуешь ребенку изучать английский. Нет. Я думаю, знаете, это, знаешь, это как в любой педагогике. Цель родителя, цель любого педагога открыть перед ребенком существующие возможности этого мира и помочь ему сориентироваться в этих возможностях. Я думаю, что могут сделать родители, это показать многообразие этого мира. Языков, культур, цвет кожи, точек зрения, идеологий, чего угодно. И посмотреть, ребенку это близко или нет. Я думаю, что вот это важно. Потому что очень часто, когда говорят о формировании толерантного сознания, профилактике ксенофобии, тоже вот вещи, которые я не люблю. Я всегда говорю, вот, знаете, можно организовать ужин. И пятилетняя девочка первый раз подошла к малазийцу. Это реальная история. Это реальная история. Не знаю, потрогала его. Целый вечер ходила за ним, не проронила ни слова. А потом сказала, можно я ему скажу привет и можно я его потрогаю. Вот она его потрогала, и она поняла, что малазийцы такие же, как она. Они хотят, чтобы семьи были счастливы и живы, чтобы было где жить, чтобы было спокойно, чтобы не было войны. И этой девочке уже не нужно устраивать классные часы, где повторять. Девочка, пожалуйста, 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 будь толерантной. Потому что в целом у нас вот, нам сказали сформировать толерантное сознание в нашей школе, поэтому ну не будь, пожалуйста, вот такой ксенофобски настроенной. Это вот часто мы спотыкаемся, когда без какого-то живого примера пытаемся навязать какую-то теорию. Поэтому ты права, игра, игра здесь спасает. Игра – это прямой контакт. У ребенка есть возможность сделать свои выводы. Возможно, его выводы будут то, что ему это неинтересно. Но в этом роли родителя. Поэтому читать сказки, смотреть разные фильмы, мультики, стихотворения учить, показывать о том, что есть другие люди, есть другие мнения, есть другие страны. И ребенок дальше сам дойдет. Сидеть с ним и, знаете, present perfect и present perfect continuous, определять либо это, либо это, и мучиться все же на самом деле. Какое же здесь время? Точно не придется. Ну главное, с ребенком семечку посадить, а дальше он будет ухаживать за ним сам. Да. Может, он выберет какую-то другую семечку посадить. Я уверен, вне зависимости 5 тебе лет или 18 дел, вот правильно посадить вот эту семечку. Но мы в регионе правильную семечку посадили? Думаю, что да. У нас хорошие перспективы международных отношений. Ну, думаю, что да. То есть спортивные чемпионаты, которые проводятся, вот тоже, например, один из вариантов, когда ты можешь познакомиться с чем-то международным, не выезжая за город. Студенты очень активно принимают участие, как волонтеры, атташе разных команд. И в течение недели они находятся с этой командой, помогая решать какие-то проблемы, постоянно какие-то экстренные ситуации возникают. Это дает тебе вот... Покружение, языковую среду опять-таки, да? Да. И это, кстати, дает понимание того, что в Чумении провинции не обязательно куда-то ехать, когда кто-то приезжает к себе. Пользуйтесь этой возможностью. Пользуйтесь этой возможностью, тоже понимая, что ты часть целого. Павел, я понимаю, что мы в самом начале очень сложного, но интересного, большого пути. Поэтому я тебе могу пожелать только удачи и успехов. Согласен. Спасибо, Игорь. Спасибо большое за объективный разговор. Напомню, в нашей студии был директор Центра международного образования Тюменского госуниверситета Павел Кузнецов. На этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова